Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 октября и скорее всего это будет последний мой обзор дегустации. Очень хочу рассказать о фионе зеленой номер 416. Но для того, чтобы для полноты картины, для того, чтобы вы не подумали, что это единственный томат, который я вот сняла сегодня, я хочу кусок из утреннего видео вам показать, и вы увидите, что действительно урожай еще собираю, урожай с уральской теплицы. Когда вокруг иней, снег, а мы вчера принесли с уральской теплицы вот эти три лотка. Но они не полные три, но полных два, полноценных. И причем не какие-то там запопыши. Смотрите, вот это вот, еще козула такая есть, здоровая. Вот это фиона, которой я восхищаюсь, про которую хочу отдельный видеоролик снять. Ну и всякие там, конечно, есть маленькие, но дело в том, что томаты пригодные для еды, целые, хорошие и вкусные. И вот в уральской теплице дольше всех результатов. Я именно про фиону хотела вам рассказать в самую последнюю очередь, потому что то, что я ее сейчас в октябре собираю, это значит, что у нее очень продолжительное плодоношение. Вообще этот сорт немножко как бы у меня еще не совсем для меня знаком, потому что первый год я его выращиваю и до сих пор я еще не определила, откуда я его взяла, потому что нынче ввела около 300, ну от 300 до 400 новых сортов. И вот я даже сейчас не могу сказать, то ли я его купила на сайте редкие коллекционные семена, то ли мне его кто-то прислал, нужно разбираться. И информацию в интернете я пока не могу найти, но я могу сказать свое описание, свои наблюдения. Вот эта фиона зеленая, она очень схожа с сортом изумрудная груша. То есть у них вот такой же зеленый цвет, это сорт, да, относится к зеленоплодным томатам, но она крупнее изумрудной груши, потому что вы видите, вот такие экземпляры, сейчас ради интереса принесу весы и мы повешаем ее. Так как это плоды самые последние, вы понимаете, что перед этим были тоже еще крупнее, я сейчас выберу самые большие, чтобы узнать максимальный вес. Так, вот это 127, вот смотрите, есть вот такой формы, некоторые они прям как по две штучки сросшиеся. Вот 150 грамм, 149 марк, потише, 150 граммов, это значит, что первые вообще были 170-180, очень крупные томатики, а изумрудная груша, она немножко помельче. В остальном они очень похожи, также форма немного вроде бы как похожа на грушевидную, какие-то удаются грушевидные, какие-то получаются просто вот такие сливовидные, не похожи на грушки, это все с одного куста. У меня, к сожалению, всего два кустика. Марк, потише. И смотрите, какие, я вот хотела рассказать вам о плюсах и минусах, какие минусы я в нем нашла, о плюсах в конце расскажу. Очень сложно распознать, когда он поспеет. Если про остальные зеленоплодные я рассказывала, вот про изумрудное яблоко, там про лягушку царевну, про малахитовую шкатулку, у них при возревании приобретает томат, такой бронзовую шапочку, бронзовый отлив, немножко все-таки желтеет. Где-то такой как, как бы, какой-то такой ржавый налет, но видно все равно, что томат поспел. Марк, потише. У этих томатов нет почти признаков, вот таких вот характерных, для созревания. Некоторые очень-очень редко, чуть светлеет вот бок. Видите? Но все равно, визуально, если мы смотрим, кажется, что томат полностью зеленый. Вот никаких, ни покраснений, ничего. Узнавала как? Только подходила или мяла бока. Видите, он совершенно мягкий. Он мягкий вообще вот мягкий. Или мяла бока, или дожидалась, когда начинается вот такое. Вот он поспел, висит, 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 и они начинают от спелости лопаться. Вот тогда они уже самые спелые, самые вкусные. Но это очень сложно. Я много проворонила их. Подойду, сначала кажется, что зеленые. Уйду. Каждый день я же не наблюдаю за ними. Через сколько-то дней вернусь, а лето же было жаркое, они переспевают. Смотрю, они уже все полупались, уже начинают мушки их кушать. Вот это вот единственный минус, который я заметила. Про вкус, про плюсы я хочу сказать, что самый главный плюс, это, конечно, вкус. И я видели, наверное, в течение лета, когда делала общие дегустации видеообзора, я говорила, что когда выбираю семена из фион, фиону съедаю всю, без остатка. Если какие-то еще идут в какую-то переработку, там на кетчуп могу отложить, могу просто выкинуть, если уже лишние. Ни одна фиона у меня никуда не ушла, ни в переработку никуда. Я все фионы съела. Это значит, что мне этот томат понравился. Но опять же, как мы говорим, что на вкус и цвет товарищей нет, значит, кому-то она понравится, кому-то она не понравится. Понравится тому, у кого вкус, например, схожий со мной. Я люблю сладкие томаты. Но вот у нее не только сладость, у нее какой-то вот изысканный такой вкус. Она сладкая, но не очень напоминает классический вкус томатный. У нас какой классический томатный вкус? Это значит, что томаты должны быть с кислинкой. Обязательно ярко выраженный томатный вкус, это который кислый. У них потому что всегда, почти во всех томатах, кислота. Но мне нравятся томаты Bicolor, которые ближе к десертным. Томаты желтые и оранжевые. Поэтому мне понравилась фиона, потому что она сладковата. И кислинка там какая-то вот как мягкая. Мы сейчас, я нарежу, еще раз при вас продегустирую и покажу, какая это фиона зеленая внутри. Но сразу скажу, что в описании, я сейчас пыталась ее в каталог вставить ее описание. Почему-то в интернете я опять не могу найти описание этого сорта фиона зеленая. И вот мне нужно, я добавлю свое описание, но мне нужно найти, с каких источников я взяла. Или покупала у коллекционеров, или кто-то мне просто подарил семена. Но я поняла, что сорт редкий, потому что название такого я не встретила. И еще про характеристики. Вот сейчас, раз в октябре, она у меня плодоносит в числе самых последних. Вот так же эти вот козулы. Вот видите, вот эта козула 141. Вот эта козула, которая была сначала 74, теперь оказалась она 174. Там автор семян, откуда они пришли, немножко напутал. И фиона среди них. Это значит, что очень растянутое плодоношение, очень долго плодоносит. А из характеристик, она обычный индотерминатный сорт. Растение индотерминатное, у меня выросло 2 метра и более. Уход обычный, вела в 2 ствола, так же посынковать, так же подвязывать. Она вот росла рядом с томатом кумата, и они похожи по своему, ну как, по высоте, по продолжительности плодоношения. Только те черные, такие шоколадные, а эти зеленые. Оба сорта новые, оба новинки. Сейчас я их порежу и будем дегустировать. Конечно, сразу понятно, что фиона зеленая, это сорт экзотический такой. Он вот в нарезке даже и не похож на томат, если честно, более похож на киви. И вкус этого томата тоже схож с вкусом киви и сибирский киви. Вот появилось у меня в этом году 2 сорта. Они тоже не очень друг от друга отличаются, только названия разные. Киви и сибирский киви. Я нарезала, вы видите, что они, нарезка очень декоративная такая, ну красиво, хоть и необычно. Сейчас буду дегустировать по одному. Как я уже говорила, вкус не очень обычный. Он в нем, как бы, сладость есть. И вроде кислинка присутствует, но кислинка не очень похожа именно на томатную кислинку. А вот больше как, бывают же фрукты кислые. Вот кушаешь некоторый фрукт, например, как апельсин, он не всегда же сладкий, а бывает кисловатый. Вот именно кислинка какая-то фруктовая. И сладость не десертная. Не как я вот рассказывала некоторые вот такие вот, типа вот таких бекалорий, как большая там радуга, потом доктор Вич, златовласка, желтые томаты, которые прям поражают своей сладостью, чуть ли не приторно сладкие. Нет, эта сладость тоже в более мягком варианте. У него кислинка мягко, мало выражена. И сладость, не повышенная, а вот такой он сладковатый с кислинкой. Очень сладкий, очень вкусный. Сейчас все хочу разломить. Ну, как вы видите, на разрезе видно, что никаких белых стерженьков на нем нет. Вот в нем. Вот такой вот он на разломе. Ой. Ну, знаете, шкурка плотненькая. Так что его, скорее всего, можно и консервировать. Но у меня не такое количество томатов, чтобы консервировать. Видите, вот какой он толстостенный. У него вот эта стена. Сейчас покажу вам. Вот это мясо, которое основная, это еда у нас. Вот это мясо, он толстостенный такой. Но мякоть, шкурка плотная. Видите, она как даже при еде я ее стараюсь отделить, потому что она такая плотненькая. Шкурка плотная, а мякоть, наоборот, такая мягкая, податливая, не хрустящая и не очень плотная. Хочется еще поесть фиону. Какую выбрать? Вот я об этом сорте сложила свое такое мнение. Ну, как я всегда повторяю, повторю еще раз, что по первому году окончательный вывод я никогда не делаю. Я еще на будущий год постараюсь его вырастить в открытом грунте, этот сорт. Пока что он у меня рос в теплице. И пока что было всего два кустика. Конечно, это очень мало для того, чтобы что-то определенное вынести. Но я точно знаю, что на будущий год он у меня будет. И будет в большем количестве. Не два куста, а больше. Марик, подожди мне никогда. То, что он очень сладкий и очень вкусный, то, что он мне пришелся по вкусу, это точно. Понравится ли вам, я не знаю. Но вот такой сорт. Высокий, индетерминантный, с продолжительным плодоношением, с не очень крупными плодами, до 200 грамм, 100-120 грамм. Кисленький, да? Такой сладкий, но с кислинкой. Все, до свидания. Сегодня воскресенье, у меня тут сегодня внучок, требует внимания. Сейчас будем кушать с ним фиону. Соединила фиону зеленую и козулу, вот эту в салате. Сейчас ела салат. Такая вкуснятина. Они так хорошо сочетаются, эти два сорта. Ну, объедение. Если учесть, что за окном октябрь и холодно. Вот такие вкусные, свежие, сочные помидорки. Прелесть.